Что не знают речекисты? Что не делают латвийские чиновники? И в чем выражается некомпетентность латвийских политиков в Европарламенте? Обо всем далее. Итак, на днях речекисты озаботились проблемой торфа, а именно тем, что некоторые депутаты якобы вводят в заблуждение избирателей и общества о закрытии торфяной промышленности. Торф. Ключевое слово в этом вопросе во всем торф, что объединяет все эти вещи. Итак, мы знаем, что торф это национальное природное богатство Латвии. Болота в Латвии занимают примерно территорию свыше 10%. Торфяные разработки это та отрасль, которая обеспечивает работу около двух или даже более чем две тысячи человек в Латвии. Это важное место работы, особенно для регионов и для региональных центров развития Латвии. При этом Латвия является государством-экспортером торфяной продукции и занимает второе место в мире по объему торфодобычи и экспорту торфа. Причем латвийский торф на европейском рынке занимает одну треть от рынка. Это достаточно большой процент. Так чего же не сказали и о чем не озаботились речекисты? Проблема в том, что торфодобычу ведут предприятия, принадлежащие в основном иностранным компаниям. А иностранные инвестиции это всегда вопрос в первую очередь о деньгах и о прибыли. А делают ли эти компании, которые разрабатывают природные ресурсы Латвии, все для того, чтобы после себя оставить рекультивированные площади, для того, чтобы потом возобновить эти территории. Речекисты эту тему не подняли в своих обследованиях. Вернемся к теме того, что да, хорошо, налогоплательщики, торфоразработчики иностранной компании в налогах уплачивают большие суммы. В среднем это свыше 20 миллионов евро в год. В основном это прямые налоги, подоходный налог с населения, социальный налог. Но вкладываются ли эти предприятия в развитие торфоразработки, в развитие других отраслей и создание новых инновационных продуктов из торфа? Торф это богатство и торф это потенциал, который умно используя, можно в том числе внедрить и в другие отрасли. Например, торф можно использовать текстильной промышленности. Торф это прекрасное средство для лечения. В бальнеологии и физиотерапии его можно применять для лечения артритов, остеоартритов, артрозов. Торф это в том числе и очистное средство для очистки воды. И можно назвать еще другие отрасли, в которых можно было бы развивать идеи и способы применения торфопродуктов. Но инвесторы просто-напросто, добывая торф, просто-напросто его экспортируют, не заморачиваясь какими-то углубленными инвестициями в исследования или в создание каких-то новых инновационных продуктов из торфа. Мне очень жаль, что речетисты не исследовали этот аспект добычи торфа в Латвии и его экспорта.